Здравствуйте! И позвольте разжечь на природе, ибо в стране установилась такая затхлая атмосфера, что лучше все-таки быть на свежем воздухе. Сегодня мы снова беседуем с профессором Московского государственного университета имени Ломоносова Владимиром Томсиновым. Здравствуйте, Владимир Алексеевич! Здравствуйте! Здравствуйте! Наша сегодняшняя беседа называется «Клетка для президента». Владимир Алексеевич, что же вы собираетесь нашего царя-батюшку в клетку запереть? Нет! В моем понимании, клетка для президента – это система обуздания разного рода человеческих пороков, которые могут быть присущи персоне, занимающему высший пост в государстве. Это набор стереотипов поведения, ритуалов, образ мышления, стиль жизни, стиль речи, который должен быть присущ главе государства. Это, если в другом выражении, культура президентской власти. И эта культура, она создает механизм обуздания эгоизма человека, занимающего высший пост, побуждает его служить не своему «я», а государству. Ну, обычно идея вообще ограничения президентской власти, она не нова. Но говорят обыкновенно о юридических, конституционных ограничениях президентской власти, там о процедуре импичмента, о принципе разделения властей, системе checks and balances, сдержек противовесов. Я изучаю юридические конструкции верховной государственной власти в современных странах, и в том числе и в том виде, как они складывались и развивались в прошлой эпохе. И, конечно же, у меня есть достаточно четкое представление о том, какая модель президентской власти была бы наиболее оптимальной для современной России. Но я думаю, говорить пока о ней преждевременно, мы в последующем об этом поговорим. А сначала, очевидно, надо завести разговор о культуре президентской власти, потому что в сущности любая юридическая конструкция верховной государственной власти, она, чтобы быть эффективной, действовать, должна опираться вот на эту культуру верховной государственной власти. А для России эта закономерность имеет особое значение. У нас юридические формы общественной жизни, они, конечно, не играют такую роль, как в западных государствах. Умножение вот юридических факультетов, юридических вузов привело к резкому росту количества юристов, но складывается впечатление, что чем больше у нас юристов, тем меньше законности. Владимир Алексеевич, а как бы вы сейчас охарактеризовали президентскую власть? Что такое президент сейчас для России? Вот я думаю, что поскольку не сложилась культура настоящей президентской власти, но без культуры верховной государственной власти, конечно, общество не может обойтись, поэтому сформировалась довольно любопытная модель, и причем эту модель сформировал не только носитель верховной государственной власти, не только правящая группировка, но и само общество. Это коллективное творчество. И что получилось в результате? Получилась помесь, значит, вождя большевистского типа, вождя африканского типа и фигуры, напоминающие главаря организованной преступной группировки. Вот в самом деле, что от, допустим, вождя большевистского типа? Вождь большевистского типа – это человек, который решает все вопросы, все вообще в стране. И посмотрите, и у нас такое же представление о Владимире Владимировиче Путине. То есть такой горбатый, черный Владимир Ильич Ленин получился? Ну, примерно так, потому что… Вот возьмите письмо Макаревича. Он же прямо говорит, я обращаюсь к вам, потому что все изменения в нашей жизни происходят по вашему решению, по вашему слову, по вашему взгляду. При этом Макаревич совершенно не обращает внимания на то, что он перед этим пишет. Ведь повод для обращения к Путину дали ему факты ужасающего просто роста коррупции. Ну, если такой ужасающий рост коррупции, совершенно безудержное разграбление страны, то, значит, лицо стоящего в голове государства на самом деле власти не имеет. Он не может ничего изменить, он бессилен совершенно. Но, тем не менее, вот проводится эта идея о том, что он всесилен, что он один все решает. Это пагубно и для него самого. Я потом в дальнейшем это поясню. Далее. Вождь большевистского типа – это лидер, национальный лидер партии, государства, который обязательно ведет борьбу с врагом. Без врагов не может быть вождя большевистского типа. Что мы видим здесь? Путин тоже ведет борьбу с врагом, готов умереть под Москвой. Это мы слышали сами. Он рассматривает людей, которые вышли требовать честных выборов, как своих личных врагов. Я не знаю, кто ему это подсказал. Это же глупость несусветная совершенно. И это переломный момент для многих в отношении к нему. Я это точно знаю. Вот это вот прозвище бандерлоги, в общем-то, нормальных людей, вышедших с совершенно нормальными государственными требованиями на площадь. Вождь большевистского типа ведет обязательно войну. Он организатор побед военных. Вот в Великой Отечественной войне Бреждев проводил военные операции на Малой Земле, которые, оказывается, оказали существенное влияние на ход Отечественной войны. И Путин в последнее время выяснился организатор победы над Саакашвилисткой Грузией. Понимаете, что... Можно перечислять без конца эти черты, но что от вождя африканского типа? Вождь африканского типа, вождь большевистского типа, это мудрый старик, в общем-то. А вождь африканского типа, это прежде всего физически крепкий человек, который способен оплодотворить значительно больше самок, чем любой из членов его племени. Ну, посмотрите, как Путина выставляют. Он тоже якобы крепкий спортсмен. Мне больше всего поразило выступление девочки одной из организаций нашей, когда она призывает голосовать за Путина и говорить, он еще, кроме того, великолепный, прекрасный мужчина. Ну, тошно было все это слушать. И, конечно, эти амфоры, которые 2000 лет у берега лежали, он вдруг нашел такие способности дзюдоист. Ну, откровенно его выставляют на посмешище. Мне даже его вот в этом смысле жалко становится, когда вот я все эти глупости вижу. А он этого не понимает сам? Я думаю, не совсем. Потому что мы еще будем говорить об этом. Идет же, происходит деформация человеческой личности и восприятие окружающей действительности у человека, который так долго занимает высший пост. Ну, кроме того, вождь африканского типа, он живет за счет торговли ресурсами. А финансовая основа его власти – распродажа природных ресурсов страны. И доходы, получаемые от этой распродажи, он складывает в западных банках. Ну, у нас один к одному. Ну, то же самое. Питерские выпускники Санкт-Петербургского университета, юридического факультета, создали африканскую систему управления в нашей стране. Я думаю, они должны быть отмечены очень хорошо, хотя бы почетными грамотами. Потому что они теперь позволяют любому исследователю изучать прямо на месте в своей стране вот те системы, которые когда-то складывались в Африке. И сейчас существуют. Далее. Что от персоны, возглавляющей преступную группировку? Ну, я, во-первых, хочу обратить внимание на совершенно наглый цинизм при нарушении законов. Они нарушаются открыто. Выносятся очевидно неправедные, не соответствующие с законом судебные приговоры. Очевидно, нарушаются законы при выборах. В Питере, допустим, обнаружилось большое количество подставных участков, которых на самом деле не было. Там ни один человек не голосовал. Просто все оформили, но адрес неудачно записали за жилыми домами. То есть это легко выяснилось. Далее. Сам образ мышления, терминология, мочить там и так далее, отрезать и так далее. Но вот я хотел бы еще обратить внимание. Вот смотрите, образ мышления хорошо выдает фраза «свобода лучше не свободы». Вот если бы мне, меня спросили бы, для кого типично это выражение, я бы не задумываясь ответить, для уголовника-рецидивиста. «Воля лучше тюрьмы». Ну, юрист же должен понимать, он на первом курсе изучает это определение свободы, классическое данное в Декларации прав человека и гражданина 1789 года во Франции, что свобода – это возможность делать все, что не наносит вреда другому. То есть на самом деле не свобода, это границы свободы. Нельзя противоставлять свободу, не свободу. Вот беда нашего общества в том, что рухнула система обуздания человеческих пороков. И трагедия общества заключается в том, что вот в этой полной свободе, проявлении зла, самых злых своих наклонностей, практически происходит уничтожение тех людей, которые действительно являются носителями высоких нравственных ценностей, которые без всякой системы обуздания служат обществу, государству, которые патриотами являются по своему духу, по конструкции своего организма. И, конечно, эта трагедия, происходящая уже больше 20 лет, на наших глазах она будет иметь, безусловно, трагические последствия. Но самое любопытное для меня, что вот вся эта модель президентской власти, которая, я повторяю, создана не только Путином, и даже не столько им, в большей степени правящей группировкой, совершенно безграмотной у нас, глуповатой, и населением страны, как ни странно, вот эта система, она не выгодна никому. Она не выгодна, в первую очередь, Путину. Не выгодна правящей группировкой. Не выгодна народу. Почему не выгодна Путину? Да потому что она возлагает на него ответственность за все происходящее в стране. Владимир Алексеевич, буквально в двух-трех фразах каким образом можно построить вожделенную клетку для президента? Ну, это речь идет о культуре президентской власти, которую надо строить постепенно. И прежде всего, обратить внимание на то, чем должен является президент. Он менеджер. И Путин, кстати, это хорошо сознает. Он не должен быть идеологом, брать на себе решение вообще всех вопросов, всех кадровых проблем и так далее. Он глава государства. Он, скорее, представитель государства. И, конечно, в первую очередь, под эту модель надо выстраивать и соответствующие отношения. Я думаю, главное, что препятствует становлению у нас настоящей культуры президентской власти, это такой порог общественный просто, как халуйство, лизоблюдство. Вот говорят, в России две беды. Дороги и дураки. Я думаю, одна беда и очень большая, и от нее и дороги плохие. Это халуйство всеобщее. Мы куда, в какой коллектив не придем. Это преклонение перед начальством. Это совершенно отсутствие какой-либо критики. И получается, человек, который занял какой-либо пост, он как бы освобождается вот этой системой обуздания. Он, вот, у него как бы революция происходит. Вот обратите внимание, четыре крупных революции выливались в кровавую вакханалию. Почему? В чем пагубность любой вот такой революции, когда все рушится, государственность рушится, рушится система обуздания, и люди здесь проявляют все свои пороки. Вот Джордж Оруэлл сказал, абсолютная власть развращает, любая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Я бы уточнил, не совсем верно он сказал, любая власть раскрывает человека, абсолютная власть раскрывает абсолютно. И вот надо строить культуру президентской власти, исходя вот из этой, собственно, порочной природы человека. Она заложена в Библии. Библия как раз и говорит о том, что человек – это, в общем-то, бракованное изделие, и он не может жить без какой-то давления культуры на него, без какой-то клетки. Вот под клеткой я понимаю именно эту культуру, которая обуздывает человека, и прежде всего президента. Но как создавать эту клетку? Я думаю, это должна быть специальная беседа. Тогда мы поговорим более подробно. И в том числе о юридических механизмах ограничения этой власти. Благодарю вас, Владимир Алексеевич. С нами был профессор Московского государственного университета имени Ломоносова Владимир Томсинов. Смотрите «Политвестник».